По поручению губернатора Евгения Куевышева, первый вице-премьер Алексей Орлов наградил призеров конкурса среди молодых работников предприятий оборонно-промышленного комплекса Свердловской области. Торжественная церемония прошла на площадке Уральского оптико-механического завода. Конкурс прошел в заочной форме осенью 2018 года. В нем приняли участие представители двух десятков оборонных предприятий Среднего Урала. По результатам рассмотрения представленных заявок жюри выбрало 33 призера. В числе победителей лучшие молодые инженеры и рабочие НПО автоматики, Уралвагонзавода, машиностроительного завода имени Калинина, Института реакторных материалов, комбината электрохимприбор, Уральского завода транспортного машиностроения и других предприятий. Для Свердловской области оборонно-промышленный комплекс имеет особое значение. В регионе находится 40 промышленных предприятий и научных организаций отрасли, в которых работает свыше 86 тысяч человек. Высокая социальная ответственность вкупе с мощным интеллектуальным и технологическим потенциалом определяют лицо уральской оборонки. По словам первого вице-губернатора, в отрасли сохраняется высокий спрос на квалифицированные кадры инженерно-технических и рабочих специальностей. Потому приток в оборонно-промышленный комплекс талантливых и амбициозных молодых людей позволяет решать важнейшие задачи по производству новейших образцов военной техники, по диверсификации производства и импортозамещению. Стоит сказать, что Свердловская область стала первым регионом, где проводится такой конкурс. Решением губернатора Евгения Куйвашева призовой фонд формируется из средств областного бюджета. В 2018 году размер премии призера конкурса составляет 50 тысяч рублей. Егоршинский радиозавод, выпуская высокотехнологичную для тех времен продукцию, внес весомый вклад в укрепление обороноспособности страны. Вполне возможно, что поддержка регионального руководства поможет вернуть ему былую славу, вновь обеспечить рабочими местами значительное число артемовцев. Человеческий потенциал у нас есть. Пример тому коллектив по сути уникального винтпрома, выпускающий оборудование, часть которого фактически не имеет мировых аналогов. Важно сохранить преемственность поколений специалистов. Но для этого нужна большая работа, в том числе местных властей.